Познать природу родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книг. Михаил Ломоносов. Читатели Маршанской районной библиотеки познают при помощи книг, в том числе и тех, что представлены на тематической выставке «Экологический пульс Тамбовщины» среди печатных изданий о выдающемся ученом, нашем земляке, Владимире Вернацком. Я, наверное, выскажу мнение очень многих своих земляков, что он очень хотел, что если будут у нас какие-то улицы, новостройки, нужно обязательно одну из улиц назвать именем Владимира Ивановича Вернацкого. Ведь он для Тамбовщины сделал, в частности для Маршанского края, он сделал немало. Ну и, естественно, вернуть доску. Доску на место. Поэтому, да, Владимир Иванович Вернацкий – это один из лидеров, который старался и обогатил, наверное, нашу природу, экологию. Ученый с мировым именем не только родил за экологию, природу, но и занимался развитием культуры на Тамбовщине. Есть за что сказать спасибо Вернацкому и Маршанцам. Мы сейчас говорим в библиотеке, что именно Владимир Иванович Вернацкому дает право говорить о том, что он был родоначальником основания наших библиотек в Маршанском крае. И, наверное, мы должны в своей библиотеке, как в городской библиотеке, повести его портрет. Затем он очень много сделал для того, он и его товарищи сделали для того, что когда был голод, он открывал здесь столовую, потому что он был гласным у нас в Маршанском уезде, открывал столовую для голодающих и помогал всем, чем мог. Экология животных, экология растений, Красная книга Тамбовской области в двух томах, здоровье и охрана окружающей среды, водные пути Тамбовщины. Последняя тема для Маршанска актуальна особенно. Сейчас и губернатор, и на местах правительство делает все для того, чтобы сохранить эту воду и очистить ее. Как мы думаем, сейчас наш глава старается очистить нашу реку Цну, которой мы когда-то гордились, но мы и стараемся гордиться ей. И он прилагает все усилия, чтобы очистить ее, чтобы она стала такой же полноводной и чистой, как и раньше была. Сейчас в нашей области проходят акции «Покорми зимою птиц». Участие по силам каждому. Главное – желание. У Анны Петровны, к примеру, оно есть. Бутылочку, да, пластмассовую вырезала окошко, и вот сегодня прилетали воробьи. Синичка не видела, но воробьи уже есть. А весной стартует новая акция – посадить дерево. Говоря о Маршанске, нельзя не вспомнить о благоустройстве территории городского сада. Каштановая аллея – один из этапов озеленения местного парка. Та же Анна Петровна очень надеется на то, что каштаны приживутся и станут настоящим украшением зеленого уголка парка отдыха нашего города. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.